Дорогие братья и сестры, в продолжении нашего богослужения мне хотелось прочитать текст Священного Писания, записанный в 1-м послании Коринфянам, 11-я глава. 1-е послание Коринфянам, 11-я глава, я буду читать с 26-го стиха и ниже. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Братья и сестры, всякий раз, когда мы подходим к заповеди хлебопреломления, мы обычно читаем эти стихи. «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Братья и сестры, и волей-неволей мы задаем себе вопрос, «А что значит участвовать достойно?» И может ли кто-нибудь из нас сказать, «Я достоин?» «Я достоин спасения?» «Я достоин прощения?» «Я достоин участвовать в заповеди хлебопреломления?» Может ли кто-нибудь сейчас сказать об этом? Я думаю, что если кто-то и скажет, то мы очень сильно напряжемся. Как-то это будет резать слух. Потому что каждый из нас где-то в глубине своего сердца понимает, что он недостоин. Он недостоин. И если бы не милость Божия, если бы не его прощение, если бы его не благодать, что бы нам было? Где бы мы были, братья и сестры? Исключительно по его милости, исключительно благодаря его благодати мы имеем прощение грехов, мы имеем спасение и жизнь вечную. Братья и сестры, и несмотря на это, на то, что ты ничего со своей стороны не сделал для того, чтобы получить прощение и спасение, несмотря на это, есть нечто, на что Бог обращает внимание. Есть нечто, от чего зависит, сможешь ли ты воспользоваться спасением, которое тебе предлагает сегодня Бог? Сможешь ли ты воспользоваться прощением Его? Сегодня многие люди слышат благую весть, они соглашаются, что это да, это очень хорошо, это правильно, но воспользоваться этим они не могут. Они как продолжали, так они и живут в своей греховной жизни, и ничто в их жизни не меняется. Братья и сестры, мне хотелось бы обратить три очень важных момента, от чего зависит, на что Бог обращает внимание, от чего зависит, смогу ли я воспользоваться Божьим прощением. И тема моей проповеди, она будет так и называться, «Залог моего прощения». Братья и сестры, первое, на что мне хотелось обратить внимание, текст, который мы только что с вами прочитали, это 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Братья и сестры, я скажу довольно известное всем утверждение, довольно известное всем утверждение, что первый суд Бог отдает человеку. «И если человек каится, если человек признает себя виновным, если человек сокрушается, а с отделанным Бог его не судит, «Я не сужу тебя, иди и впредь не греши», говорит Господь, «если ты сам себя судишь». И апостол Павел говорит, «Ой, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». «Ой, если бы мы». Братья и сестры, сколько можно было бы избежать проблем и сложностей, сколько можно было бы избежать бед, если бы человек судил сам себя, но, к сожалению, человек не судит себя. Человек судит ближнего, человек судит соседа, человек говорит о том, что время тяжелое, человек находит массу причин для того, чтобы оправдать себя. И это склонность нашей испорченной плотской природы. Мы будем доказывать свою невиновность, несмотря на то, что где-то в глубине сердца мы понимаем, что мы неправы. И тебе бы сейчас бы признать свою вину. Братья и сестры, я думаю, что в нашей жизни есть немало моментов, когда мы понимаем, что мы неправы. Мы понимаем, совесть нам подсказывает о нашей неправоте. И в этот бы момент сказать, да, я виноват. И в этот бы момент попросить у Бога прощения и у ближнего своего прощения, перед которым ты виноват. Но наша греховная, испорченная природа будет сопротивляться, будет искать виновных, Бог будет оправдывать себя. Братья и сестры, Бог говорит, если ты судишь себя, я тебя не сужу. Не сужу. На страницах Священного Писания мы видим, как вот эта испорченная природа с самых первых страниц проявляет себя. Адам вкусил от дерева, плодов от дерева познания добра и зла, от которого он не должен был вкушать. И Бог у него спрашивает, Адам, не ел ли ты от дерева познания добра и зла? И сейчас бы в этот момент попросить прощения, сказать, Господи, прости меня, каюсь, взял то, что ты запретил, прости меня. Нет, нет. Вот жена, которую ты мне дал, вот она мне дала, и я ел. Адам сразу же обвиняет двоих, жену и Бога обвиняет. Но только не я, только не я. Я не виноват. Вот жена виновата, и ты, который ты, ты мне дал такую жену. Братья и сестры, это свойство нашей негодной природы, плодской, которая будет оправдываться. Оправдываться. Братья и сестры, большое благо для человека, который признает свою вину, который не начинает искать виноватых, оправдываться. Это большое благо, признать свою вину. Иногда дети наши что-то натворят, сломают, что-то испортят. Говорят, оно само сломалось. Само. И, знаете, ну, ладно, само, может быть, оно и само, но когда человек признает свою вину, оно совсем выглядит все по-другому. Все по-другому. Братья и сестры, таких примеров можно приводить массу. Массу. Но если человек винит себя, все становится совсем по-другому. Пророк Нафан приходит к Давиду и притчу излагает дело и говорит о том, что Давид согрешил. И первое, что произносит Давид, согрешил я пред Господом, я виноват. Что говорит Нафан? И Господь снял с тебя вину греха твоего. Ты не умрешь. Несмотря на то, что плата за грех – смерть. Это Божий приговор. Но ты не умрешь, Давид, потому что ты признал свое вину. Братья и сестры, это очень важно. Подходя к заповеди хлебопреломления, сегодня Слово Божие, Писание нам говорит, если мы судим себя, то Бог нас не судит. Он снимает с нас вину нашего греха. Мы можем воспользоваться Божьим прощением, мы можем войти в это прощение, и участие наше будет достойно, если мы судим себя. Братья и сестры, следующее, что говорит нам Священное Писание. В первом послании Иоанна, в первой главе, мы читаем такие слова. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Братья и сестры, слышите? Писание говорит о том, что только тогда, когда ты исповедуешь грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Бог не только объявляет юридически, что Он тебя прощает, Он говорит, Он очищает, иными словами, освобождает тебя от греховного рабства, если ты исповедуешь грехи свои. Трудно ли исповедовать грех? Я думаю, что очень трудно. Я думаю, что многие из нас, присутствующие здесь, с этим сталкивались, что очень трудно исповедовать какой-то грех. Стыдно, неудобно, совесть осуждает, страшно стыдно, но исповедовать надо. Если ты хочешь, чтобы тебя Бог простил, есть одно вернейшее средство – исповедовать грех. Тогда, когда грех становится явным, он теряет силу. Есть такой духовный закон. Так же, как в физическом мире существуют законы физические, и в духовном мире существуют духовные законы, если ты исповедуешь грех, он теряет силу, и враг не имеет к тебе никакой большей части. Он не может тебе больше этим искушать, потому что ты его исповедовал. Исповедовал. Братья и сестры, это второе, на что сегодня мне хотелось обратить внимание. Первое, мы сказали, когда человек признает свою вину, когда он кается, когда он судит одного себя. И второе, о чем говорит Священное Писание, если мы исповедуем наши грехи. Братья и сестры, есть еще одно очень важное условие, чтобы Бог простил нас и помиловал нас. Я повторюсь, братья и сестры, что Божье прощение дается даром. Мы ничего не сделали для того, чтобы получить прощение даром. Что такое прощение? Что такое прощение? Прощение – это отсутствие суда над ближним. Прощение – это помилование, это отмена наказания за какую-либо вину. И во книге Второзакония, в книге Второзакония, тут написаны такие слова, «Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаимы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Братья и сестры, я повторюсь, что есть еще одно очень важное условие, при котором мы можем воспользоваться Божьим прощением, на которое Бог очень обращает внимание. Давайте мы прочитаем текст Писания, который записан в Евангелии от Марка, 11 глава, с 25 стиха. Написано, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши, если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Братья и сестры, заметьте о том, что Бог свое прощение связал с нашим прощением ближнему своему. Если ты прощаешь своего ближнего, и Бог тебя прощает, и Бог не взыскивает с тебя всех твоих преступлений, все то, что ты сделал против своего ближнего, если ты прощаешь, если ты прощаешь. Братья и сестры, иногда человеку бывает очень трудно победить какой-то грех, и человек мучается с этим в совести своей, иногда годами целыми борьба у него происходит. И вроде он исповедует этот грех, и вроде он себя судит за этот грех, но свободы не имеет. И в течение многих лет у него борьба в сердце, и он никак не может освободиться. Братья и сестры, может быть, это от того, что на сегодняшний день ты кому-то не простил, брату или ближнему, или сестре что-то. Если ты не прощаешь, то и Бог тебя не прощает. И твои грехи, как ржавчина на металле, накапливаются все больше, и больше, и больше. И нету, нету прощения, потому что ты не прощаешь. Братья и сестры, это очень важно, простить обидчику. Еще в те давние времена Бог усмотрел, чтобы среди народа израильского в городах, в которых они жили, были усмотрены города-убежища, чтобы мог туда убегать всякий, кто по ошибке сделал какое-то преступление. И кто не был врагом ближнему ни вчера, ни третьего дня. Вот в эти города-убежища мог прибегать всякий, кто сделал какое-то зло или какое-то преступление. Братья и сестры, заметьте, два условия должны быть соблюдены. Если преступление делалось по ошибке, человек нечаянно сделал что-то, не специально, без умысла. И второе условие, чтобы ты не враждовал с ближним, и он не был твоим врагом ни вчера, ни третьего дня. Братья и сестры, а как поступать с человеком, если ты сделал по ошибке, без умысла, не было умысла в твоих действиях, но этот человек был твоим врагом, и ты не примирился с ним, не примирился с ним. Братья и сестры, этот случай в принципе не рассматривался, потому что, если ты враждовал с ближним или если ты враждуешь с ближним, это обязательно приведет тебя к печальным последствиям. На страницах Священного Писания с первых страниц мы читаем примеры, когда написано, что Каин, Каин сильно огорчился на брата своего Авеля. И Бог обратил на это внимание, и Бог подсказывает Каину, Каин, отчего поникло лицо твое. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица твоего, а если не делаешь, то грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господству над ним. Бог обратил внимание на печальное состояние Каина. Каин, тебе нужно что-то менять, у тебя против брата твоего вражда в сердце. Это закончится печально для тебя. Печально. Братья и сестры, иногда человек враждует против брата своего или против ближнего и носит обиду какую-то в сердце и годами целыми, и никак не может простить. И это обязательно чем-то, во что-то выльется. Есть сквер на духа, которая не видна никому. Есть сквер на плоти, которая станет явным для всех. И если сегодня ты пребываешь в этой скверне духа и не каешься в этом, и не делаешь попыток примирения, то все это для тебя может закончиться весьма печальным. Весьма печальным. Братья и сестры, написано, что в последнее время, в последнее время люди будут непримирительны и недружелюбны. Это характеристика людей последнего времени. И будет трудно примириться друг с другом. Люди непримирительны. Непримирительны. Если человека обидели, он не примирится, пока не отомстит. Вот когда отомстит, вот тогда успокоится его гнев. Братья и сестры, и это характеристика людей последнего времени. Пусть у нас, да не будет сердца так. Пусть в нашем сердце мы всегда находим прощение брату своему, ближнему своему. Братья и сестры, и мне хотелось бы сегодня обратить внимание, а где пути для того, чтобы простить моего обидчика? Где пути для того, чтобы простить моего ближнего, брата моего или сестру моего? Братья и сестры, и на эти вопросы Священное Писание дает ответ. И на эти вопросы Бог не оставил в неведении народ свой. Давайте мы прочитаем текст Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 5 глава, 44 стих. 5 глава, стих 44. Здесь написано так. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И гонящих вас. Братья и сестры, первое, на что обращает внимание Священное Писание, путь для того, чтобы мы могли простить своего обидчика, простить своего должника, прощение достигается в молитве. Молитесь за обижающих вас. вот это трудно, то, что мы можем произнести, я прощаю тебя и прощаю от сердца, прощаю полностью, так, чтобы тебе больше никогда не вспоминать. Это достигается в молитве. Когда стоите на молитве, прощайте. Вот там, в молитвенной комнате, в молитвенном борении достигается прощение Божие. иногда человеку очень трудно простить в зависимости от тяжести вины. И я слышал не один раз, когда человек говорит, никогда не прощу тебя, никогда, никогда я тебя не прощу. Братья и сестры, Священное Писание призывает нас, прощайте. И даже тебе, если очень трудно простить, и даже тебе, если очень тяжело простить, прощайте. Прощайте. Это прощение достигается в молитве. Я повторюсь. Братья и сестры, меня всегда очень удивляет тот факт, когда Христос, будучи оставленный всеми, забытый всеми, по воскресении своем является ученикам, двери которых были заперты от опасения от иудеев, и он является им и говорит им такие слова «Мир вам!» Ни одного слова упрека, ни одного слова недовольства. Почему ж у меня все оставили, все бросили? Почему? Почему? Ни одного слова. Мир вам! Мир вам! Это Божие прощение. Братья и сестры, таких примеров можно приводить много. Когда Стефан молится за своих обидчиков, у которых в руках камень, которые побивают Стефана камнями. И Стефан молится, не вмене им греха сего. И со словами прощения этот праведный муж Божий умирает. Умирает. Братья и сестры, как это прекрасно, когда в нашем сердце прощение. «Если ты прощаешь, я повторюсь, и Бог простит тебя, и Бог не взыщет твоих грехов и преступлений, если ты прощаешь от сердца». Братья и сестры, что еще способствует нашему прощению? В послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе мы читаем такие слова. «Притом же знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Братья и сестры, заметьте, что Священное Писание здесь употребляет очень емкое слово «все». Не частично, не выборочно, а именно «все» содействует ко благу. И если обстоятельства, которые посетили тебя, скорбные, тяжелые, в этих обстоятельствах ты видишь руку Божию, и ты понимаешь, что не человек причинил тебе зло, а Бог это допустил для твоего блага, если ты верою воспринимаешь эти обстоятельства, тебе легче, гораздо легче простить твоего обидчика. Увидеть во всем этом не человека, который тебя обидел, а увидеть во всем этом руку Божию, Бог допустил для каких-то своих извечных планов, Бог допустил это, потому что Он благо хочет дать. Заметьте, что Священное Писание, я повторюсь, говорит о том, что для любящего Бога все, абсолютно все содействует ко благу, и твои печальные обстоятельства, они тоже содействуют ко благу, к какому благу, не знаю, уразумеешь после, говорит Господь. И как бы хорошо во всем, что нас окружает, увидеть Божью руку. Братья и сестры, мы очень часто приводим такой, знаете, уже такой традиционный пример, когда Давид спасается бегством от своего сына Ависсалома, который поднял на него руку, и идет негоднейший человек по имени Семей и злословит Давида, уходи, убийца, ибо ты кровопийца, Бог обратил кровь на голову твою. И Давид произносит удивительные слова, удивительные слова. Бог повелел злословить Давида этому человеку. Это не Семей злословит, это не какой-то человек злословит, это Бог повелел злословить Давида. Братья и сестры, когда мы в веру воспринимаем обстоятельства, когда мы в веру воспринимаем ситуации, которые происходят в нашей жизни, нам легче прощать. Бог допустил, я в Божьей руке. Что такое вера? Это сознание Божьего присутствия в моей жизни. Я реально ощущаю, я реально знаю, что Бог присутствует со мной. Это вера. И когда я веру воспринимаю обстоятельства, которые происходят со мной, мне прощать гораздо легче. Я вижу в этом не человека, я вижу в этом руку Божию. Руку Божию. Братья и сестры, следующее, что говорит нам Священное Писание, написано, что побеждай зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Именно такой совет оставляет нам Священное Писание в отношении обидчиков. И если тебя кто-то обидел, и ты хочешь победить обиду, и ты хочешь преодолеть обиду, Священное Писание дает совет. Какой совет? Вот это зло побеждай добром. Никогда зло не побеждало злом. Никогда. И еще один известный человек сказал такие слова, взявший меч от меча и погибнет. Братья и сестры, и Христос сказал такие слова, вложи свой меч в ножны, вложи. Когда этим мечом один из учеников отсек ухо рабу первосвященническому, никогда зло не побеждало зло, но зло побеждается добром. И это не просто теория, братья и сестры, это не просто красивые слова, это реальная жизнь. И мы знаем на страницах истории, на страницах Священного Писания, когда люди побеждали зло добром, когда на зло они платили добром, и сердце обидчиков, оно не могло устоять пред этим, никак не могло. Братья и сестры, это совет, который оставляет нам Библия. Совет побеждает зло добром. Если в твоей жизни появился человек, которого ты не можешь простить, постарайся сделать ему что-то доброе. Молись за него в молитве. Молись. постарайся увидеть в этом руку Божию и постарайся сделать ему что-то доброе. Если ты сделаешь ему что-то доброе, ты увидишь, ты увидишь, что и в твоем сердце изменится отношение к нему. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Братья и сестры, почему иногда человеку очень трудно простить? Почему в притче, которая есть в Священном Писании описывается, когда человек был должен 10 тысяч талантов, это огромнейший долг. И тогда, когда этот долг был прощен ему, он стал взыскивать 100 динариев человека, который был ему должен. 100 динариев это совсем небольшая сумма. Братья и сестры, не потому ли, что человек забыл о том, какой долг ему был прощен. Я думаю, братья и сестры, что если бы мы все прекрасно понимали, из какого рва мы иссечены, из какой глубины рва мы извлечены, братья и сестры, если бы мы понимали свое положение, свое состояние, то мы никогда мы не взыскивали, и нам было бы легче простить своих обидчиков. И Священное Писание говорит, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, не забудь, из какой глубины рва ты извлечен, из какой скалы истечен, не забудь про это, помни об этом, что тебе прощен огромный долг, огромный, который ты никогда в жизни не смог бы оплатить, ты в неоплатном долгу пред Богом, Бог простил тебе вину, почему ты сегодня взыскиваешь это с брата или сестры, или с ближнего своего, почему, в чем причина. Я думаю, что причина очень часто состоит в том, что мы забываем про это, мы просто забываем, мы принимаем это как должно. Братья и сестры, и один еще очень маленький совет, чтобы нам научиться прощать ближнего своего, как хорошо, когда мы видим в человеке доброе, неотрицательные качества характера, которых очень много в каждом из нас, их искать не надо, они бросаются в глаза сами собой. А вот увидеть в человеке доброе, увидеть это и обратить на это внимание, если ты, у тебя есть привычка видеть доброе в человеке, доброе, даже в самом негодном человеке, даже в самом отрицательном, негативном человеке, но ты видишь его добрые какие-то черты характера, я думаю, что это очень хорошее качество, которое ты имеешь. И имея это, тебе легче будет простить человека, увидеть доброе. Братья и сестры, вот, знаете, в Священном Писании его особенность состоит в том, что Слово Божие не просто дает совет, да, прощайте обидчиков своих, должников своих, да, а Слово Божие говорит о том, как это сделать, где ключ к пониманию этого, как мне простить. И мы сегодня сказали о том, что, чтобы нам воспользоваться Божьим прощением, необходимо признать вину свою, согласиться с тем, что я виноват, не осуждать других. мы сказали о том, что воспользоваться Божьим прощением мы сможем только тогда, когда мы исповедуем грехи наши. И Бог нас тогда прощает и милует, и не вспоминает нам грехи наши. Мы сказали о том, чтобы воспользоваться прощением Божьим, нам необходимо самому простить обидчиков наших. И тогда и Отец наш Небесный простит нам грехи наши. Да поможет нам в этом Господь, чтобы участие наше было достойным, чтобы сердце наше было свободным, раскрепощенным от всякого рода зла, греха. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok